В течение всей прошедшей недели городской центр национальных культур и досуговой деятельности приглашал воркутинцев на день открытых дверей. Наша съемочная группа решила проверить, оправдали двери открыты. 16 сентября городской центр национальных культур и досуговой деятельности познакомил всех желающих как со своими творческими национальными коллективами, так и с различными досуговыми объединениями центра. День открытых дверей, где мы можем познакомить воркутинцев со всеми нашими организациями общественными, национальными объединениями, нашими творческими коллективами, собрать это все в один день в одном месте, показать их все разом воркутинцам. Самые первые гости оказались самыми юными воркутинцами. Под руководством художника центра ребята не только придумали и сделали чучело, но и установили его, подарив гражданам еще один почти памятник. В наших северных кругах очень редко можно увидеть какие-то экспонаты, и хочется согреть жителей нашего города какими-то интересными, ну, такими вот, ну, как видами изделий, скажем, уличного производства. Ну и чем дальше, тем веселее. Молодежный клуб «Семидорожье» провел настоящий турнир по стрельбе из лука. Самобытно и многогранно каждая национальность, представленная в Центре своими культурными объединениями, презентовали обычаи своего народа представителей различных национальностей вкусно, традиционными угощениями. Чего тут только нет. Чак-чак, шаншки, маца, каравай и, конечно, сало. Ну, сало является одним из атрибутов национальной здоровой вкусной пищи. Мы знаем, есть боч, варенички, ну и сало, это святое. Поэтому сало всегда должно присутствовать, и оно присутствует не только в культуре украинского народа, но и других народов. Ну а после хлеба хочется и зрелищ. Знакомство с Центром продолжилось многонациональным концертом. Каждый номер покорил зрителей яркими красками традиционных нарядов, а каждый исполнитель – харизмой и любовью к культуре своего народа. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кого только не довелось нам встретить в Центре национальных культур в этот день. Руководитель администрации муниципалитеты Игорь Гурьев также не прошел мимо открытых дверей ЦНК. Ну, во-первых, это у нас действительно первое такое мероприятие, которое будет в следующий раз уже ежегодно. Поэтому, учитывая, что город у нас многонациональный, и живут все дружно, а здесь можно увидеть какие-то исторические корни, ну и попробовать национальную кухню разных народов. Поэтому, вот сами заметили, народу очень много, интересно. Я думаю, что люди соскучились, что-то такое интересное узнают. Поэтому всех приглашаю, действительно очень интересно, и Центр у нас хороший, и в хорошем состоянии. Хочу поинтересоваться, у вас есть любимая национальная кухня, которую вы отдаете предпочтение? Я всеядный. У меня совершенно разные вкусы, начиная с кавказской, азиатской, заканчивая истинно русской. Сейчас будет дегустация, попробуем. Будет больше, наверное, впечатлений. Чего ждете от дегустации больше? Какая кухня вам ближе? Да, любая кухня ближе. Вкусно поесть. Любой человек любит. Дары лета в виде дыни арбузов ожидали каждого выходящего из центра. Этот сюрприз подарила гостям мусульманская община. Наш праздник арбузник получил такую популярность в нашем городе, что мы решили расширить его и сделать этот праздник не только для детей, но и для взрослых. Сделать праздник, который будет объединять всех. Ну, что это может быть? Это может быть день открытых дверей, где все наши творческие объединения, все наши национально-культурно-общественные организации, ну, а также дети нашего города встречаются, общаются и весело проводят время. Вкусно, весело и интересно прошло наше знакомство с городским центром национальных культур. Остается надеяться, что подобный праздник станет традиционным. Светлана Зарянко, ТВ Галу, Воркута.